Значит, земная жизнь присутствует Богородице, а он мне дал сборник проповедей. Насчет Эрла Штегина, книга Людмила Плет, «Время начать в суду с Дома Божьего». Я даже запечатался не успел. Не, потом пошаманил, конечно, я потом уже, когда уже... Но казалось, поздно пить в Божьеме. Короче, значит, мы обменялись с ним литературой и договорились через недельку, снова на том же месте, в тот же час встретимся. Хорошо, все, по рукам. Домой приезжаю, жене рассказываю, значит, представляешь, кого я сегодня увидел? Живого, настоящего пятидесятника. Познакомился, говорю. Ну, говорю, обменялись с литературой, туда-сюда. Ну, она мне говорит, ну, ты, конечно, не читай, ты же батюшка, ты же священник, ну, сектантскую литературу-то, говорю, матушка, обижаешь, за кого принимаешь. Ну, чему могут меня протестанты научить? Ну, яйца курицу не учат. Без году неделя, нам здесь два тысячелетия, короче, значит, мы такие все правоприемственные и прочее-прочее. А самому любопытно было вообще, до ужаса, я не знаю. Говорят, женщина любопытная, но мужчина, я, честно говоря, еще более любопытная в чем-то. Поэтому, знаете ли, я там, не знаю, как лиса возле того винограда ходил. Короче, а время уже проходит, уже неделя заканчивается. Думаю, вот сейчас мы встретимся, допустим, обменяемся снова литературой. Вот, значит, а вдруг у меня спросят, краткое содержание какое-то. А я не бельмеса вообще. Думаю, надо же хотя бы, ну, для спокойствия и совести, хотя бы ознакомиться с кратким содержанием этой литературы. Да и думаю, а вось там много ереси не нахватаюсь. Ну, и заодно будет у меня, как бы, из первоисточников материал для сектоведения. Может, где-то я где-то там в епархии блесну, значит, как бы насчитать. Ну, ладно. Короче, нашел себе оправдание. Достаю эту книжечку, занес ее в дом. А так я даже в дом не вносил. Там, например, в прибавнике лежал. Чтобы ничего нечистого у меня... А я занес ее, но с условием каким. Значит, я там ее покрапил святой крещенской водой. Короче, самое сильное все. Там, да, значит, никаких шансов не было. Значит, святой крещенской водой покрапил, внес в дом, именно в свою комнату. Такая комната у меня была такая молильная, что... Если бы апостол Павел у меня побывал бы, он бы сказал бы, «Батюшка, я вижу, вы особенно набожны. Ибо, обходя и осматриваясь, святыни ваши...» Короче, даже Павел был бы в шоке. Афины отдыхают, я не знаю. Афины отдыхают. Нервы курят в сторонке. Потому что у меня там были мешочки с землей, с разных могил святых. Таких-то канонизированных, даже не канонизированных, святых. Или даже местно чтимых таких, или вообще не чтимых, но только лишь в узком кругу известных. Одним словом, вот это все было посох от Серафима Саровского. Это именно оттуда, из Сарова. Именно от тех бабушек, которые... Еще те старые монашечки, там, Ульяши и Дуняши. Я их застал живыми еще. Еще такие вот, дореволюционные бабушки. Короче, все эти святыни у меня вот, значит, в этом всем. И икона со всех сторон, значит, и там наверху даже на потолке, там, Иисус. Ну, лицо кавказской национальности. А брать такой, сверху смотрел, весьма сурово. Короче, там шансов не было никаких. Ни у кого. Вот, и я открываю эту книжечку. И с таким большим предубеждением, превозношением. Ну, я думаю, прочитаю первую, там, вторую страничку и оглавление потом. Ну, и как бы я дальше уже, там, дофантазирую. Ну, ладно. И вдруг чудо. Какое чудо? Вдруг я читаю то, о чем я сам думал. Представляете, о чем мы смогли с женой поговорить? На кухне только лишь. Не с чем было даже об этом побеседовать-то. О чем я думал, размышлял. Как раз последние эти месяцы были наполнены вот такими размышлениями, такими. Знаете ли, это... И вдруг я читаю об этом же у этого автора. Я аж ахнул. Знаете ли, первых две-три страницы, а потом я не мог остановиться. Просто читал, читал, читал. За поем читал. Только лишь прерывался. Иногда просто начинал рыдать, просто плакать начинал. И мысли-то эти были, думаю, стоп, не православный автор, но такие православные вещи пишет. У меня такие мысли были. А потом, даже я же мне потом сказал, рассказываю об этом. Я сказал, а может быть, представляешь, пока книгу переводили, пока издавали, там, знаешь, столько времени. Может, он уже давно покаялся. Может, он уже православный уже. Ну, такой же, это же злодоузды наших дней. Ну, ладно. Значит, и... Жена почитала, тоже ныремелась там. Вот, значит, и... И даже напомнила мне разговор наш, 91-го года, когда... Да, я уже стал священником тогда в Рязани. А жена моя, она, значит, высказала сомнения некоторые, сомнения. Значит, у нее в этом Солошногорске была одна бабушка знакомая, которая, ну, была баптисткой. Ну, она даже не ее знакомая, а знакомая знакомых, точнее, даже так вот. Но эта баптистская бабушка, она такая была такая, ну, Божий дуванчик вообще. И это такая безобидная бабушка, и она все время об Иисусе Христе. И начинала петь всегда об Иисусе Христе. И так пела даже матерые атеисты, коммунисты, смолкали все. И она пела так и плакала, как будто бы он прям вот возле нее находился прям. Эта бабушка померла давно уже, говорит. Значит, и вот, ну, представляешь, Сережа, ну, неужели вот она, из-за того, что она была баптисткой, она попала в ад? В 91-м году я вообще категорично. Конечно. О чем ты, матушка? Вообще-то. Если мы православные едва спасаемся, то у баптистов шансов вообще ноль. Даже ноль. Поэтому даже, ну, и матушка, мать моих, там, ну, будущих детей, короче, нельзя такое допускать. Думаю, такую ересь еще где-то скажет, думаю, не дай бог, там вообще на всю епархию прославил. Прославу, мол, защитник сектантов. Ну, ладно. И, а в 96-м она мне вдруг после раштега на проповеди этих, она мне напомнила. А помнишь ту беседу, вот ту бабушку, как ты думаешь вот сейчас вот такая? Все-таки, ну, есть ли у нее шанс, что она спаслась? И я впервые в жизни допустил в рай кого-то неправославных. Ну, не в сам рай, не в сам рай еще. Ну, говорю, может быть, не в рай, но где-то там возле, где-то за забором, где-то там, ну, воду, так сказать, дрова рубить, ну, где-то там подсобными рабочими, где-то там чернорабочими. Ну, баптистов, ну, если вот такая, что была прям вот, ну, как ангел на земле, вот, ну, может быть, допустят, может быть, как бы, вот, снисходя к их немощи баптистским. Ну, ладно. И вот, представляете, когда мы с Гришей снова встретились, обменялись литературой, а я ему говорю, Григорий, а у вас есть другие книги этого автора? А он говорит, а я знал, что вам понравится. И достает первую книгу этой трилогии, называется «Пробуждение начнется с меня». Я взял уже вкушение, а он такой, ну, точно, американская спецподготовка. Точно. Парец в рот не ложи, по локоть отхапает сразу. А он сразу, значит, говорит мне, батюшка, а приходите к нам на собрание. Я так, ой-ой-ой, думаю. Если бы он первый раз это, при первой встрече сказал бы, я бы, конечно, бы это. А здесь уже как бы уже соромно, как бы, так отказаться. Знаете, вот, тем более, за Эрла, уже я видел, за ним уже Эрла там, и это пробуждение этих черных, покаявшихся, зумусов этих, ну, ладно. Ну, я сказал так, что, ну, я же священник, батюшка, мне некогда, у меня свое, там, как говорится, на свой приход, доход, расход, приход, все, как бы, значит, как положено. А он говорит, а у нас, а он не сдается, а у нас и на буднях есть собрания, встречи какие-то, собрания есть, приходите к нам на бурничные дни. Ну, говорю, если будет какая-то оказия, а сам думаю, что-то я бы забыл. И представляете, ангелы подстроили оказию. Дело было вечером, светлость была нечем, вот реально. И я был в райцентре у них, и прямо недалеко от дома Молитвиного. И у меня такая мысль сразу попала, сама собой, знаете, как будто всю жизнь ходила к ним в собрание. А почему бы не зайти, думаю, к братьям меньшим, к пятидесянкам? Да, прочитав всю трилогию, я уже даже называл их уже, ну, для себя, уже братьями меньшими. Ну, думаю, всех моя вода на киселе, но какая-то родня все-таки. Какая-то родня хотя бы, да. Ну, конечно, да не православные, конечно, да, мы сами с Макро, но это как бы так. Ну, ладно, хорошо. И я зашагал к их дому Молитвиному, ну, там в центре города, все знали. Вот, и там здание ЦСУ бывшее переделанное под дом Молитвиной. Потому что в сектантов там была жена мэра местного. Вот, поэтому там здание-то передали. Думаю, ну, сектанты везде, думаю, пролезут без мыла, думаю. Ну, ладно. А я, значит, а я что? Я уже после дома Молитвеного, я, значит, короче, перекрестил этот дом Молитвиной. И сам перекрестился, и захожу. И, представляете, значит, а я вначале хотел уйти вообще. А потом думаю, стоп, сейчас если я развернусь, уйду, скажут, еще хуже. Скажут, батюшка вечером что-то шаманил там возле дома Молитвного. Поэтому лучше от греха подальше, лучше зайти. А там же язычники, языки вот такие вот у всех. Поэтому, думаю, лучше зайти, посмотреть. А вось не сначала и не до конца, как бы, значит, и греха много не будет, как бы, я уйду, посвоясь. И, представляете, значит, зашел, а там уже полным ходом все идет, значит, за стеной там не видно, ничего не слышно. Ну, слышно только, как они там кричат, молятся. Вот, значит, и девушка в коридоре, девушка в шоке, батюшка нарисовался. Ревизор. И я говорю, девушка, куда пройти мне? А она пальцы просто по коридору так показывает. Думаю, зазомбирована, наверное. Короче. Ну, я зашагал туда, прямо по коридору. А там не поймешь, там здание переделанное, много дверей, как бы, какие-то замуровали, какие-то еще остались дверями. Ну, ладно. Иду себе по коридору, думаю, наверное, самая крайняя дверь, сейчас я зайду, наверное, где-то там, как у нас в храме, наверное, где-то в стороночке постою там, а гости не заметят сильно меня, как бы, и уйду. Ну, ладно. Открываю дверь и захожу прямо на сцену. Присылайте. Это вообще гимон. Оказывается, я потом уже узнал, потом, я вот к ним приходил часто потом, узнал, что эта дверь у них все время закрывается. Туда лишь братский совет уходят. А это старая церковь, Воронаевская еще там, согласие. Еще Воронаев сам предлагал их им первого пресс-фитера, значит. Короче, она закрыта у них, а когда молитвенные там, ну, братья уходят, открывается. А здесь или ангел, или человек, короче, неизвестно до сих пор. Дверь была открыта. И я зашел, и прямо к трибуне. Было похоже на партсобрание. Сто он накрыт из катертью, трибуна с микрофоном, и я здесь нарисовался. Собрание стихло, сыречки присели, борды пораскрывались. На меня одна мадам так пальцем тычет. Я, короче, как Каспар привидение. Я так уже прочитал, думаю, бежать по коридору, перехватят. Он вляпался в историю, думаю, ладно. А это, кстати, вот женщина, которая поднялась и на нее пальцем так тыкала. Она сидела со своим мужем. Ну, там женщина отдельная, мужчина отдельная, но муж ее сидел на скаме штрафников, как бы там, на замечании. Да, женщина, ну там, женщина, да. А почему он попал туда? Потому что его брат стал родной харизматом, стал. Да. Хотя он клялся божество, что он ни духом, ни духом, ни слухом вообще, как бы даже и не знал информации всей. Но его на всякий случай на карантин туда отправили. Да. Его там пристально сканировали всякие пророки, значит, и искали в нем дух харизматии, там, и ледяево, и прочее, короче. Ну ладно, это уже отдельные тараканы. У всех свои тараканы, короче. И представляете, значит, а здесь собрание вот очухалось немного, пришло в себя. Первым пришел в себя пресс-фитер, который помоложе, ему было где-то, где-то 70, где-то помоложе. Второй пресс-фитер, старший, самый, вообще он еще, воронаевского еще, в согласии того, помнил еще, воронаева смогу. Короче, он вообще просто сидел на месте, не шеланувшись. А пресс-фитер этот подошел ко мне, значит, ну, так принюхался, видит, что я трезвый, как бы, значит, и, как бы, и у него шел с миром, как бы, значит, я там ничего там, просто ошибся дверью, как бы. Короче, посадили меня, вошли в положение, посадили меня среди гостей, вот, я, значит, сел, значит, и вдруг, выходит один дедушка, этот дедушка, старинный, тоже, сидевший за веру, и он сказал, давайте споем псалом номер 700, там, такой-то. Все встали, ну, я тоже встал, что ли, я рыжий, что ли, я тоже встал, вышел, встаю себе, ну, а сам про себя усмехаюсь, думаю, о чем могут петь сектанты, типа, о моя секта, о моя секта, что ли, у меня какие-то мысли какие-то были, ненормальные, вот, почему-то, уничижающее это собрание, ну, ладно. И вдруг эти бабушки, дедушки, как затянули, так, по-деревенски, с подбыванием, вот эту песню, любовь Христа, безмерно нелика, я слышу в разных исполнениях, но это было самое шикарное исполнение для меня, это было как в храме православном, вот, как у меня, прям, только по-русски, и пелось не на славянском, и вот, и так вот, прям, ой, это было потрясающе. Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лопзает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любил вас. Приди скорей, скорей тебя он ждет, давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой, уже пора, прими любовь без лата серебра. Эта песня пелась, пелась, и, знаете, я еле себя сдерживал, чтобы не разрыдаться просто, потому что даже не только сама песня, даже не сколько сама песня, это удивительно, а само присутствие Бога, Христос там присутствовал, знаете, Христос, он не брезгует нашими тараканами, православными, протестантскими, какими еще угодно, нашими суевериями всякими, нашими доктринами. Он приходит там, где ищет его и ждут его, любит его. Вот, и спасибо, Господи, за все. Боже, благодарю Тебя за это собрание, благодарю Тебя за мои братьев и сестер, благодарю Тебя за их открытость сердца, благодарю Тебя за даже эту возможность поделиться сегодня вот такими разными многими свидетельствами, словом Твоим. Спасибо, Господь, спасибо. В сегодняшний день, Боже, когда миллионы и миллионы верующих, разные конфессии, разных литвей христианства вспоминают о Дне Пятидесятницы, Боже, молю Тебя, Господь, пусть те, кто в Тебя уже нырнули, не выныривают, а погружаются все дальше и дальше, глубже и глубже. Те, кто Тебя еще не знают, лишь издали как бы чуют, лишь немного-немного, где-то что-то, как-то, по чуть-чуть слышали, видели, понимали. Пусть, Господь, нырнут в Тебя эти души людские, познают Тебя, единого истинного Бога и Тобой посланного Иисуса Христа. Боже, да примут жизнь вечную люди. Ты действительно самый удивительный Бог. Много люди всякого понавыдумывали, много религиозных всяких представлений, доктрины и в христианстве, и в нехристианстве. Но Ты больше всего того, о чем мы даже можем помыслить. Ты больше всех наших доктрин, Ты больше всех наших учений, Ты больше всего. Ты есть любовь. Благодарю Тебя. Многие богословы пытаются познать Тебя, говорить о Тебе. Но все их богословие, это как попытки с помощью физики, химии, биологии объяснить любовь. Но, Господь, Ты открываешься простым, Ты открываешься сердцам любящим Тебя, жаждущим Тебя. Ты не богословие, Ты не теология, Ты жизнь. Ты путь, истина и жизнь. Спасибо. Спасибо, что вот уже два тысячелетия без малого это великое чудо свершается на нашей земле. Чудо Царства Твоего Божьего Небесного. Спасибо, что сегодня в наш час, в наш день Твоя весть, Евангелие, Царство еще больше и больше распространяется. Всякие вот эти человеческие перегородки падают, всякие человеческие доктрины падают, представления наши религиозные, православные, протестантские, католические, разные. Боже, спасибо, что когда падают все эти перегородки, мы на самом деле начинаем видеть Твой образ любящего нашего Отца, Матери, родителей нашего, всего нашего. Ты есть все во всем. Ты есть действительно Тот, Кем мы живем и движемся и существуем. Ты есть Тот, Кто есть и Альфа, и Бега, и Начало, и Конец, Первый, и Последний. Все во всем. Тобой было все сотворено и ради Тебя, и Тобой все движется, и к Тебе все возвращается. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за то, что 2000 лет назад совершилось то, что описано в Библии, как Агнец от века закланный. Совершилось в нашем времени, временном измерении то, что в вечности на небесах совершилось. Спасение и искупление наше. Спасибо, что наше искупление, спасение, это не дело рук человеческих. Это дело Твоих рук. Это дело Твоей благодати. Это дело Твое. Спасибо. А то, что Ты делаешь, это навека. Это навсегда. Это вечно. Спасибо. Спасибо за все. Спасибо за сегодняшнее заслужение, за пастора Ивана, за команду, за всех братьев, сестер, ревнующих, молящихся за исцеление Божьим. В простоте так, в проставляющих Тебя, любящих Тебя. Спасибо. Спасибо за братьев армян, спасибо за Армению, спасибо за Россию, спасибо за всех братьев, сестер, за разных стран, народов, славящих Тебя, Бога Живого, славящих имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Благослови. Благослови, Господь, сегодня. Шаломом Своим, миром Своим. Слава Тебя, Господь. Слава Тебя, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok И даст тебе мир Бешем Иешуа Ганашиах Иешуа Машихейн Во имя Иисуса Христа Мессии Бог Авраама Исаака Израиля Бог патриархов и пророков Отец наш, сущий на небесах Да святится имя Твое И да придет царство Твое Да будет воля Твоя На земле, как на небе Спасибо, что эти собрания наши, Господь Это действительно на земле, как на небе Спасибо, что и жизнь верующего человека На этой земле, как на небе Спасибо, спасибо, Господь Благослови нас Аминь 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 Это отсутствие исподобие. Спасибо, отец Сергий. Какое счастье и чудо видеть настоящего православного священника. Я мечтаю, чтобы все православные священники были такими. Отец Сергий, он правильно славит Бога. Он настоящий православный священник. Он послание Божие. Это не человеческое служение. Когда-то я в домашней группе молился. Я больше отношусь к тем, о которых архиепископ говорил, что не видел ни Бога, ни ангела в толком. Он что-то видел, но по сравнению с моей женой, которая каждый день все это видит, я вообще не видел, может считать. Но тогда Бог мне проговорил конкретно. В детстве раз, когда он голосом проговорил, громогласно. Я молился и мечтал о том, чтобы у всех протестантских церквей появились свои здания. И он сказал, у меня много зданий в России, но там не славит Бог. И я был просто потрясен и огорошен и осознал, что речь идет, конечно, о православных храмах. Кто-то сейчас возмущается, что столько уже храмов строят. Кто-то пишет, что каждый день закрываются в России одна школа и две больницы. Ну, в деревне, примерно всего. Но открываются три новых храма, и кто-то злорадствует, вроде такие нехорошие эти православные. Я говорю, слава тебе, Господь, ну какой же ты чудный. Ты же вложил вот в сердце и в возможность такие столько храмов. И в каждом скоро будут славить тебя, истинного Бога, всемогущего. Вот такие настоящие православные священники. Аминь. И, конечно же, речь не идет о том, православные мы или протестанты. Это все выдумали люди, которые не знают истинной благодати Божьей. Потому что мы все настоящие дети Божьи. И все в Его воле, все Он сделает как надо. Уникальная судьба. Конечно же, это ангелы открыли этот крючок. Вот двери вытолкнули Его, направили туда Духом Святым. Прям привели Его за эту трибуну. Понимаете? Это же все было невозможно для человека. Кто ты, Господи? Сектанты запечатать. Сколько бы я мог рассказать, интересно, тоже из своей истории. Но сейчас не об этом. Уникальное служение, уникальное проповедь, уникальное слово, уникальное Божье свидетельство. Уникальное. Уникальный человек. Архиепископ православной обновленческой церкви, отец Сергий. Уникальный человек на постсоветском пространстве. Молитесь о нем. Благословляем тебя. Давайте вот этим просто заплатим за то, что Бог дал нам такой подарок сегодня в этот праздник. Аминь. Я не хочу отнимать много времени у вас. Хочу лишь напомнить вам о том, что Бог даятель. Он отдал своего сына. Он учит нас даянию. Не для того, чтобы кого-то ограбить, а наоборот, излить свою благодать. Вы ничего никому не должны. Вы ничего не обязаны. Вы не обязаны десятину платить. Но если вы хотите иметь благословение настоящее, то мы должны стремиться стать такими же даятелями, как Он. Из любви, из благодарности, что Он все уже совершил даром. Из любви. Подарил нам сына. Отдал его на крест. И он жаждет, чтобы мы процветали во всех аспектах жизни, в том числе и в финансах. Что Господь тебя побуждает сейчас в твоем сердце, то сделай без принуждения, с желанием. Послушай его голос, не ожесточай свое сердце. Послушай столько, сколько Он тебе скажет. Не столько, сколько ты решил в кошельке, а столько, сколько Он хочет. И ты увидишь, слава Божьей, ты увидишь его чудо. Отец, благослови сейчас сам. Скажи каждому, Господь, сколько ты хочешь, чтобы мы посеялись. Прославься, Отец. Как ты сказал в своем слове, покажите свою любовь в даяниях. Бог нас так благословил сегодня. Он еще больше благословил нас. Поэтому сейте с миром, с радостью, с желанием, не по принуждению. Отец, мы восхищаемся. Мы восхищаемся, давай. Мы восхищаемся, давай. В восхищаемся, давай. Благодарим тебя, Отец, за твою щедрость, за то, что ты благословил нас во всем. Даешь силу нам приобретать богатство. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Мы спокойны, мы пребываем в покое. Мы точно знаем, что ты обеспечил нас всем по благодати своей, по своей милости. Мы все имеем потребное для жизни благочестие. Совершенно точно. Главное нам пребывать в покое и уже радоваться. Спасибо тебе, Отец. Благослови руку дающим. Прославься, Отец. Ты у нас сверхъестественный, могущественный. Спасибо тебе, Отец. Прямо сейчас я разрушаю всякое бремя долгов. Прямо сейчас. Кто-то есть в зале человек, который имеет кредиты и не может с ними рассчитаться. Я разрушаю это бремя долгов именем Иисуса Христа. Эта проблема решается сейчас. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Отец, отец, вы свободи отличную работу, повышение в должности. Отец, новый бизнес, отличные идеи. Во имя Иисуса Христа. Большую прибыль от неожиданной сделки. Отец, ты сверхъестественный. Ты многократно уже доказывал это чудесами в нашем служении. Пусть деньги приходят на счета, на карты, на телефоны. Совершенно неожиданным образом из неизвестных источников во имя Иисуса Христа высвобождают чудеса Божьи. Чудеса Божьи во имя Иисуса Христа. Разрешение финансовых проблем. Разрешение финансовых проблем. Послушай, ты смотришь в меня сейчас и готов закончить жизнь самоубийством из-за того, что у тебя большие долги. Твоя проблема сейчас разрешена. Бог благословляет тебя. Уверуй в Господа. Спасибо тебе, отец. Спасибо тебе, отец. Умножь бизнес. Умножь финансы. Так, чтобы каждый был богат на всякое доброе дело и ни в чем не нуждались. Спасибо тебе, отец. Умножь каждый рубль, который посеет сейчас вот здесь. Это твоя сокровищница. И ты знаешь, что мы из нее ни копейки не берем себе. Никто не может обвинить нас в том, что мы что-то берем себе, но только сами сеем. Потому что знай, что ты благословляешь нас по-всякому. Спасибо тебе, отец. Благодарим тебя. Прославляй твое святое имя. И прямо сейчас всякая проблема, которая есть у тебя в твоем здоровье, просто положи руку на больное место. Положи сейчас руку на твое больное место. Именем Иисуса Христа прямо сейчас я высвобождаю. Подними руку, если ты нуждаешься, чтобы подошел священник нашей служители комнаты исцеления. Подними руку сейчас. Подними руку. И держи, если нуждаешься, чтобы сейчас прям Бог коснулся тебя, и ты получил исцеление. Служители комнаты исцеления, пожалуйста. Возложите руку сейчас. Именем Иисуса Христа. Дайте мне его. Именем Иисуса Христа. Прямо сейчас я связываю, внушаю сатана. Всякое твое действие на этих детей Божьих. Ты не имеешь права. Я запрещаю тебе. Я запрещаю тебе. Прямо сейчас. Запрещаю. Не имеешь права. Я высвобождаю сейчас жизнь исцеления. Жизнь исцеления. Могущественное присутствие Божье прямо сейчас здесь. Прямо сейчас здесь. Прямо сейчас течет через мою руку. Во имя Иисуса Христа высвобождаю. Всякий дух немощи, дух боли. Связываю и разрушаю. Сатана, связываю и разрушаю твои действия. Связываю и разрушаю. Сейчас могущественные потоки. Потоки живой воды текут сейчас. Текут в тело. Текут в тело через эту возложенную руку. Текут в тело. Вся боли немощи уходит. Вся боли немощи прочь. Я связываю и разрушаю. Сатана, связываю и разрушаю. Высвобождаю жизнь исцеления. Жизнь исцеления. Прямо сейчас. Ак чудотворения. Сейчас. Всем, кому нужен. Прямо сейчас. Высвобождаю. Жизнь исцеления. Во имя Иисуса Христа. Вся боль вон. Всякая боль. Всякая боль прочь. Прочь. Запрещаю. Запрещаю. Изгоняю. Всякий дух немощи. Всякий дух немощи. Во имя Иисуса Христа. Всякий дух боли прочь. 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 Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Вся боль уходит. Вся боли немощи прочь. Вся боли немощи прочь. Другой Марита. Пошел прочь. Насморк. Все последствия заболевания, истребления. Перегородки. Прямо сейчас. Прямая перегородка. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Благодарю тебя, я славлю, Отец. Благодарю, славлю тебя, Отец. Высвобождаешь жизнь и исцеление. Жизнь и исцеление. Прямо сейчас. Вся боль ушла. Вся боль ушла. Прямо сейчас. Ушла? Слава Богу. Аллилуйя. Господь, спасибо тебе. Во имя Иисуса. Полученное давление. Прочь. Я связы разрушаю. Прямо сейчас. Запрещаю, Садана. Все сосуды реальные. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Комфортное состояние в голове. Высвобождаешь жизнь и исцеление. Комфортное состояние в голове. Давление нормализуйся. Во имя Иисуса. Комфортное состояние в голове. Весь дискомфорт. Вся боль. Вся немощь. Прочь. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебе, Отец, прославляя Твое Святое имя. Прославляя Твое Святое имя. Ты лучший, Ты лучший, Отец, Ты лучший. Ты прекрасный, Ты великий Господь. Я навеки Твой, навеки Твой. Ты чудесный, Папа, Ты чудесный. Ты, Сила Божья вошла в Твое тело. Не обращай внимания, если даже не все сразу. Сейчас она продолжает действовать. Она продолжает действовать. Она продолжает действовать. Если еще не до конца, руку подними еще. Наши служители еще подходят. Подними руку, если не до конца еще ты получил. Высвобождаю. Сейчас могущественное присутствие Божьего. Могущественное присутствие Божьего. Могущественное присутствие Божьего. Не важно, чувствуешь ты или нет. Это не важно. Домирься. Слово Божье могущественно вошло в Твое тело. Могущественно вошло. И именем Иисуса, благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя за Твою любовь, милость, за чудеса, которые Ты являешь. Великий Бог, Ты великий Бог, разве есть что-то для Тебя невозможное? Не допускай мысли, что сейчас не произошло исцеление. Сила Божья вошла в Тебя, она действует, она действует, она действует. Через мгновение ты можешь почувствовать прямо сейчас. Высвобождая, высвобождая комфортное состояние во всем теле, вся боль прочь, вся боль прочь. Комфортное состояние, комфортное состояние, вся боль прочь, прочь, прочь во имя Иисуса. Комфортное состояние, во имя Иисуса, благодарю Тебя, Отец, вся слава Тебе. Ты чудный, Ты праведный, Ты великий, Ты всемогущий. Ты сотворил каждого из нас, Ты живешь в нас, Ты всемогущий Бог. И всю славу, и всю честь мы отдаем только Тебе, наш великий Бог. Отец, Сын и Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Ты здесь, Ты здесь. Спасибо Тебе, Могущий Стены, Царь наш, Господин наш, спасибо Тебе, вся слава только Тебе. Отец, Сын и Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой, 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 Дух Св а а и 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 Иисус, ты наш господин, ты наш хозяин. Это твое богослужение, не человеческое. Только тебе вся слава. Аллилуйя. Он еще и приготовил вам покушать. И все дам. Все бесплатно. Все бесплатно. У нас там есть где-то какие-то книжки. Читайте их. Можете приобрести, отдать кому-то. Подарите, это будет самый лучший подарок. Практическое пособие. Каким образом можно преобразовать все обетования Божьи в практику своей жизни. Что еще? Что-то сказать? Просто влюбляйтесь в Христа. Влюбляйтесь в Христа. Получайте наслаждение. Сейчас у нас будет обеденный перерыв. Ну, наверное, минут сорок, да? И после этого наш благословенный архиепископ отец Сергий продолжит вам служить. И, как всегда, при этом в нашей церкви у нас во второй части бесконечное количество самых сложных вопросов. Вы можете приготовить любые каверзные, даже без того, чтобы обозначить, кто это задает. У нас все разрешено. У нас полная свобода. Где Дух Господен, там свобода. Аминь. Слава Богу. Приятного аппетита всем. Божьи благословения. Божьи благословения. Я периодически захожу на Ютуб, смотрю его поприки. Он постоянно, регулярно проводит молитвенные служения утром, вечером. И отвечает на массу вопросов, те, которые мы можем задавать. Но все эти вопросы, которые мы можем не задать во втором служении, мы можем это посмотреть в Ютубе. Которые, чтобы не было два раз там этих вопросов. Но я что хочу, вас призываю. Он служит как православный священник. Это проблема в нашем православном мире, где мы живем, в этой стране. Ему, как апостолу Павлу, приходится, приходит своим, а своего не принимаем. Это ему вдвойне тяжело. У нас-то конкретно говорят, либо ты септант, либо только он заходит и в протестантские церкви, в мессианские церкви. Заходит к братьям православным. И ему нелегко приходится. Но мы можем стать его партнерами. На его страничке Ютуба у него все есть платежные системы. Сбербанка там и другие. Чтобы не рекламировать, мы можем стать его партнерами. Партнерами нести Слово Божие. Евангелие. Это самое главное. То, что нам нужно и для всех детей Божьих. Благословение. Можем переводить сейчас все это в электронном виде. Будьте благословенны. Все, друзья. Итак, у нас 40 минут для общения. Для обеда, конечно. Обеда и общения. Благодаря. Благодаря. Субтитры делал DimaTorzok Слава Богу! Спасибо! Учебник даже есть по комнате исцеления Написано даже о болезни какие? Да, да, да Какие молитвы? Да, потому что, знаете, мы живем в тот век, когда болезни очень много разнообразных вообще таких, неслыханных даже, доселе невиданных появляется Но есть в Божьем Слове ответ для каждого и решение Поэтому, значит, я думаю, что те, кто служители, что идут в авангарде сейчас вот этого служения исцеления, это действительно герои веры Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья Все тогда, до встречи, с Богом!